Хороший очень вопрос Михаил задает. Максим говорит, что для успеха надо стараться думать иначе, но уверить в цикличность экономики и неизбежность экономического роста. Смысл в том, что мыслите шаблонами, что будет экономика циклична. Ну то есть в данном случае человек хочет сказать, что мы будем жить в эпоху постоянно падающих процентных ставок, отрицательных ставок и можно напечатать сколь угодно много денег и ничего страшного из этого не будет. Ребята, мы помним историю, посмотрите и почитайте экономическую историю Вимарской Республики, Германия после Первой мировой войны, как раз таки когда печатали очень много денег, чтобы репарации выплатить, к какой инфляции это привело, что привело на самом деле Гитлера и привело к власти, потому что здесь получается было очень сильное налоговое время, компания печатала очень много Deutschmark, они очень быстро обесценились и был запрос на смену власти и мы получили там Гитлера и Вторую мировую войну. Здесь соответственно скажите пожалуйста, а кто говорит об экономическом кризисе в том ключе, в котором говорю я? Кто смотрит на него в парадигме 20-30 лет вперед и кто в принципе сейчас может сделать предположение, что инфляция в Америке может быть 10-15 процентов? Покажите мне хоть одно исследование. Поэтому я вам показываю альтернативную точку зрения. Вопрос принимать ее или не принимать – это ваше решение. Получите его альтернативное мнение или нет – это ваше решение. Но еще раз я готовлю для вас весь проект MaxCapital на цель на то, чтобы людям, у которых есть капитал 100-200 рублей, были доступны знаниям тех людей, которые владеют миллиардами долларов. По максимуму снизить их затраты на получение этих знаний, на использование этих скиллов и навыков. Может быть в каких-то вещах просто следуя за мной. В каких-то вещах общаясь с людьми, которые общаются в плане управления благосостоянием с такими людьми. И это наше отдавание – делаете вы это или не делаете – решать только вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова